Начнем мы наш интервью сегодня со слов соболезнования. Это тема, которую мы даже не будем обсуждать, но не сказать об этом я не могу. Трагедия, которая произошла сегодня под Киевом, в Барварах, унесла жизни на данный момент 16 человек, трое из них дети. На борту вертолета, который обрушился на детский сад, находился министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и другие участники, члены команды Министерства внутренних дел. Слова соболезнования семьям погибших. Я тоже хочу к вам соединиться и тоже хочу принести свои соболезнования всем тем, кого затронула эта трагедия. Я надеюсь, вы сможете это пережить, хотя это очень тяжело, поэтому я очень сочувствую. Но мне хочется напомнить нашим зрителям другую трагедию. Почему я об этом говорю? Потому что он называется почерк, очень знакомый почерк. 2002 год, довольно-таки давно уже это случилось. Генерал Лебедь, если вы помните, когда он был губернатором Красноярского края, он разбился на вертолете. И вертолет задел провода ЛЭП и упал и разбился. Соответственно, погиб генерал Лебедь, погибли многие члены правительства Красноярского края. Это 2002 год. Я напомню, вовсю уже идет президентство Путина. Многие, наверное, не знают, что генерал Лебедь был конкурентом Бориса Ельцина на выборах, занял третье место. Собственно, во многом, в первом туре, во многом именно голосами генерала Лебедя удалось Ельцину победить, в конце концов. И, соответственно, предложил Ельцин работать Лебедев в команде. В результате он стал губернатором Красноярского края. Но во времена Путина, конечно же, он был уже не нужен, потому что во все шла подготовка к выборам 2004 года. И, соответственно, в 2004 году конкуренты были просто очень слабые у Путина. И, конечно, генерал Лебедь, к тому же, как мы помним, у него были достаточно тесные и хорошие отношения с Борисом Березовским, Путина был совершенно не нужен. Поэтому в России многие считали, что это не несчастный случай, а это, собственно, вполне себе подготовленная специально обученными людьми авария. И вот когда я услышала, прочитала сегодня про аварию в проворах, первое, о чем я подумала, что, конечно, кто-то попытается это выдать за ошибку пилота, но, честно говоря, я не верю. И еще одну аварию я вспоминаю. Это катастрофа уже не вертолета, но самолета с руководством Польши на борту, который разбился, заходя на посадку в Смоленске, тоже там в России выдавали это за ошибку пилота. Поэтому я надеюсь, что украинские власти проведут расследование. И если это диверсия, то, соответственно, это будет установлено. Да, спасибо большое за слова соболезнования. Я думаю, что, конечно, обязательно будет проведено самое тщательное расследование. Я думаю, что предварительно его итоги мы услышим уже в ближайшее время. Самое страшное в этой истории, конечно, что это произошло над детским садом. Опять дети. Спасибо. 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 Спасибо.